Авторская программа Алексея Ледяева. Иллюзии и реальность. Мы за счастливые семьи, мы за счастливые браки, за крепкие семьи. Потому что это основа церкви, основа человечества. Какова семья, такова общество. Вы уже знаете, до боли знакомый тезис. И для того, чтобы семья была крепкой, защищенной, каждый из нас должен знать, знать специфику, знать секреты. Знать свое место самоопределения, свое предназначение, кто есть мужчина и кто есть женщина. И в семье главных два человека, муж и жена, от которых зависит атмосфера в доме. Ведь на нас лежит такая великая ответственность. Дети, которые рождаются, они смотрят на нас. Они впитывают нас. Они воспроизводят нас. Они будут в жизни делать не то, что мы говорим, а то, что они увидели. Поэтому так важно подать правильный пример, правильный образец. Потому что наши дети – это будущие жены и будущие мужья. И все, что они увидели, все, что сфотали, все, что записали в своем сердце, это они будут производить. Если они видели жестокого отца, знайте, что эти мальчики будут жестокими отцами. Я видел отца творящего, поэтому творю. Это закон, который никто не обойдет. Я видел мать творящую и воспроизвожу тот опыт, который я видел. Поэтому задача нас, наша задача, родительская задача – перешагнуть эгоизм. И думать не только о себе, о своих болях, о своей правде или о своей неправде, о своих обидах или своих горечах. Забудь. Мы живем уже давным-давно не для себя. Мы живем для тех, кто продолжит наше дело. Поэтому уют в семье, гармония в семье, порядок в семье – это есть главные показатели здоровой церкви и здорового общества. Не надо идти в парламент, чтобы узнать, что происходит в стране. Зайди в семью и посмотри, что там происходит. Семья – это показатель общества. И сегодня мы поговорим о женщине, о ее роли в семье, о ее роли в обществе. Потому что от этого так много зависит. Недаром говорят «ищите женщину». На самом деле, кто-то ищет женщину, чтобы убить ее, обвинить ее, растоптать и растерзать. А кто-то ищет женщину, чтобы сделать ее счастливой женой, счастливой матерью, счастливой бабушкой. По-любому все ищут женщины и сражаются с этой женщиной. И вокруг этих женщин вращается вся человеческая история. А называться этот семинар будет «Равноправие и разнообразие», как Божий план для семейной жизни. Изначально Бог утвердил этот важнейший принцип «Равноправие и разнообразие». В результате грехопадения этот принцип был разрушен. Но во Христе Иисусе этот принцип восстанавливается. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Прежде чем говорить о послушании жене, мужу, необходимо говорить о послушании мужа, своему главному боссу. Потому что, если муж не повинуется Богу, у него, не имея, нет морального права требовать послушания жены самому себе, мы пленяем всякое помышление в послушании Христу, когда наше послушание исполняется. Равноправие заключается в том, что Бог как жене, так и мужу поставил равные условия подчинения. Дискриминация начинается в тот момент, когда требования к жене остаются максимальными, а требования к мужу отсутствуют. Вот отсюда начинается диктатура и разрушение. Равноправие заключается в том, что перед Богом равны и муж, и жена. Пусть будет разнообразие. Разнообразие не говорит о том, что кто-то из них выше или кто-то из них ниже. Разнообразие говорит о том, что они дополняют друг друга, но перед Богом они несут равную ответственность. Запомните, равноправие и разнообразие, а не дискриминация и диктатура обеспечат в нашей жизни и в нашей семье счастье и гармонию. Вопрос статуса женщины и проблема равноправия мужчин и женщин имеют важное значение для каждого народа и для каждой страны. Во всем мире наблюдается неразбериха относительно места и ценности женщины. В индустриально развитых странах, несмотря на то, что женщины занимают те же самые должности, что и мужчины, в среднем они зарабатывают намного меньше мужчин. Хотя многие женщины и делают карьеру, на их плечах все еще лежит большая часть ежедневной работы по дому и уходу за детьми. Такой жизненный темп зачастую изнуряет и приносит разочарование. Некоторые женщины запутались в том, кем они должны быть и как они должны вести себя, потому что сами не уверены в том, за что они обязаны нести ответственность. Я сегодня перед собой ставлю задачу реабилитировать женщину, потому что это оскорбительно, когда к женщинам относятся грубо, несправедливо. Бог за женщину, Он творил женщину для любви, для счастья, для справедливости и, повторяю, для равноправия. Я понимаю, что это слово скоблит сегодня многих из нас, потому что мы уже являемся продуктом некоего воспитания, то ли религиозного, то ли социального, то ли там своего, национального. Друзья мои, запомните эту фразу. Женщина и мужчина равноправны, несмотря на то, что они разные. Равноправие – это Божье требование и Божья справедливость. Во многих западных странах женщину воспринимают как конкурента на работе, в то же самое время ждут от нее исполнения традиционной роли жены и матери. Женщина, живущая в таком положении, обречена на эмоциональное и физическое насилие, бедность, болезнь и даже смерть. Ярким примером этого является положение женщин в Афганистане, которым отказано официально в медицинском обслуживании, образовании, трудоустройстве и личных свободах. Можете себе представить? Женщина вообще – это ничто. Ее не обслуживают, на работу не принимают, ее права никто не защищает, это просто как бесплатное приложение. И это не единичный случай. В других странах женщина – это просто как комбинат воспроизводства жизни. во многих странах арабского мира девочкам в самом раннем возрасте делают обрезание, женское обрезание, для того, чтобы она никогда в жизни не испытывала сексуального удовлетворения, а чтобы она просто рожала по 15 детей и все. Но, скажите, пожалуйста, это справедливо? И это из поколения в поколение? Это становится частью философии? Это становится частью общественного сознания? Где-то пропагандируется проституция? Где-то процветает педофилия? И мы с вами видим, что дьявол, который изначально ненавидел женщину, он продолжает воевать, он продолжает уничтожать, он продолжает вести эту непримиримую войну против женщины, потому что она является источником жизни, источник жизни. Оттуда все начинается. И кто-то должен поднять голос за правду, и кто-то должен поднять голос за истину. Кто вам сказал, что мы живем в свободном и демократическом обществе, и с рабовладельством все покончено? В результате такого дискримационного отношения к женщине удерживается раскрытие ее потенциала. Потому что если бы каждая женщина раскрыла свой ресурс, свой потенциал духовный, творческий, любой, от этого выиграла семья, от этого выиграла бы церковь, и от этого выиграла бы в целом все общество. Дискриминация женщин делает серой и невзрачной семью. Религиозная дискриминация женщин в церкви. Женщина молчать должна, женщина не должна служить, женщина должна сидеть дома. От этого и церкви становятся убогими. Потому что тот потенциал, который кроется в женщине, он может обогатить все, что угодно. И весь мир проигрывает, весь мир проигрывает от того, что повсеместно идет тотальная война с женщиной. Я благодарю Бога, за что у нас столько женщин в лидерском составе. От этого новое поколение только выигрывает. Давайте подарим мужчине большие аплодисменты нашим прекрасным женщинам. Во многих странах к женщинам относятся плохо, традиционно, пренебрежительно. Страдания, крушения надежд, травмы, физическая угроза жизни, которым подвержена женщина, это трагично. И под влиянием этих сложившихся традиционных отношений к женщине вырабатывается шкала ценностей, распространенные мифы. Женщин считают стоящих ниже мужчин и гражданами второго сорта, исключительно объектами чувственного удовлетворения, недостаточно умными, чтобы влиять на развитие общества. Исключительно с собственностью мужчин, личной прислугой для выполнения нужд своих господ, предметами, которые передаются по кругу, а затем выбрасываются вон, не заслуживающими внимания и уважения. Это пропагандируется в фильмах. Об этом говорится в телевизионных программах. Друзья мои, при всех минусах, при всех, может быть, негативных сторонах российского президента хочется выразить огромный респект, что 2008 год президент Российской Федерации назвал годом семьи, респектируя мужчин, женщин, детей. Потому что семья – это фундамент. Я думаю, что за этими инициативами стоит большое благословение и большое будущее. мы должны инициировать любые программы, которые бы популяризировали семью, которые бы реабилитировали роль и положение женщины в обществе. Это не бесплатное приложение. Это не вещь, которую можно продавать. И женщины не должны с этим соглашаться. Я рабыня. Я предмет. Я недостаточно умна. Вот мужики, пусть они делают. Нет, нет. Нас так воспитали, нас выдрессировали так. И многие женщины в это уверовали. Опустили крылья. И говорят, все, ловить нечего. Мир принадлежит мужчинам. Друзья мои, мир принадлежит не только мужчинам. Мир принадлежит мужчинам и женщинам. Потому что Господь, создав Адама и Еву, Он сказал им двоим, а не одному мужчине. Плодитесь, размножайтесь. И Он двоим сказал, владычествуйте и обладайте землею. Мир не принадлежит только мужчинам. Мир принадлежит семье. Мир принадлежит супругам. Бразды правления и владычество в мире принадлежат не только мужчинам. И мужчины не должны рассматривать женщину как конкурента. Они должны рассматривать его как партнера, как коллегу, как сотрудника, для того, чтобы преображать этот окружающий мир. И запомните, равноправие – это Божий принцип. Равноправие в том, что и мужчине, и женщине принадлежит роль руководителя, устроителя и управителя этой земли. Когда тебе платят меньше за ту же работу, которую делает мужчина, вот здесь мы должны бороться за равные права. Потому что платят деньги за работу, а не за пол. Определяется зарплата по потолку твоей квалификации, а не по полу. По половому признаку. Я повторяю, пусть это отложится в вашем сознании равноправие и разнообразие. Вот Божий взгляд на семейные взаимоотношения. Но это не означает, что ты сейчас, женщина, придешь домой, мой муж меня гнобил, гнобил, теперь я его сколько лет, муля? Пятнадцать. Ну вот тебе грозит срок равноправия. Это как Эдвин Луис Кол однажды говорил о том, что мужчина должен быть главой семьи, он должен отвечать, его должен защищать семью. И после этого семинара один мужчина свидетельствовал ему, говорит, я пришел домой и рассказал жене, кто я, и после этого я жену не видел три дня. А на четвертый день мой левый глаз едва открылся. Я очень хорошо понимаю, что мы существа мстительные, если нас кто-то унижал, то потом, знаете, гонимые превращаются в гонители. Это самая страшная тема. Уважаемые дамы, уважаемые сестры, уважаемые милые, добрые женщины, пожалуйста, не мстите нам, мужчинам, за те годы, в которые вас пожирала саранча. Простите нас. И не мстите, потому что, если женщины будут организовать карательные отряды, все, история закончится. Потому что, ну, история подсказывает, что столько коварства и жестокости, сколько у женщин, у всех мужчин вместе взятых не наберется. Не зря дьявол подполз к женщине, как вы догадываетесь. Поэтому, друзья, я к чему это говорю? Когда Бог раскроет нам в полноте трагедию, в которой мы оказались, пожалуйста, нам нужно приготовиться к тому, что мы должны набраться много мужества и простить. И просто согласиться, что мы за равноправие. Чтобы не получилось, патриархат резко поменялся на матриархат. Нет равноправия и разнообразия. Амин. Любовь это есть тот балансирующий фактор, который избавит нас и от жуткого патриархального устройства, и от более жуткого феминистического матриархата. Нам необходима Божья гармония. Что же послужило причиной столь несправедливого отношения к женщинам? И в чем сокрыты истинные корни столь распространенной дискриминации прекрасной половины человечества? Женщины, как и мужчины, должны взглянуть на себя по-новому. И наш взгляд на женщину, а если точнее на их взаимоотношения мужчин и женщин, должен быть сформулирован Словом Божиим. Они традициями и культурой окружающего нас общества. Мало ли, как общество смотрит на женщину, как на нее смотрит Бог, вот что нас должно интересовать в первую очередь. Если мы не знаем предназначение чего-то или кого-то, это не означает, что мы имеем моральное право с этим плохо относиться. Стоит ли проклинать чековую книжку, которую ты не можешь никак заполнить, если ты не можешь получить деньги? Ты говоришь, зачем эта бестолковая книга нужна? Стоит ли проклинать автомобиль, который, между прочим, в котором нужно заливать в бак топливо и масло менять, а потом еще, а из-за того, что автомобиль не идет, пхинаешь и говоришь, колымага проклятая, чего ж ты не ездишь? Если ты не знаешь потребности, если ты не знаешь предназначения, если ты не знаешь, что делать с этим, не надо проклинать, а ведь женщина это и чековая книжка, и отличная тачка, если правильно относиться, эта тачка тебя увезет так далеко, что ты пешком бы никогда туда не добрался, вместе с женщиной ты доберешься намного дальше, чем ты один, и вместе с женщиной ты будешь намного богаче, чем если ты будешь один, для этого-то Бог и сотворил мужчину и женщину, чтобы они были и богаче, и круче, и влиятельнее, и управляли всем миром, если ты не разобрался в предназначении, если ты не научился пользоваться, если ты не понял в чем нужда и потребность женщины, не надо ее проклинать, если компьютер завис, ты же не проклинаешь его, ты говоришь, здесь надо разобраться, ты делаешь перезагрузку, ты проверяешь что-то, что там полетело, кстати, там есть одна плата, которая тоже относится, материнская плата, да? Я хоть там особо не разбираюсь, но иногда слышал, думаю, ничего себе, ничего себе, есть материнская плата. Так вот, друзья, у нас у всех, как в компьютерах, есть платы, и надо с уважением и осторожностью относиться к тому, кто находится рядом с нами. Основополагающий вопрос заключается не столько в том, что делает женщина, но кем она является? Вначале надо определить статус. Когда тебе известен статус, то статус рождает соответствующее взаимоотношение, а взаимоотношение определяет судьбу. Какой статус, таковые определения отношения. Какие отношения, такая судьба. Если ты говоришь, моя жена дура, статус, вот и будут у тебя дурные отношения, породят дурную судьбу. Но если ты говоришь, что это благословение от Бога, это статус, то статус определит благословенные отношения, а благословенные отношения породят благословенную судьбу. Друзья мои, здесь работает та же схема статус, отношения, судьба. И для женщины тоже очень важно определить статус, если я помощник, если я создан для того, чтобы быть дополнением моего супруга, моего мужа, то, друзья, понимая, что ни муж без жены, ни жена без мужа, никогда не сможет исполнить своего предназначения на земле. Мы нужны друг другу, мы обязаны друг другу, и дискриминация или пренебрежение, грубо, пренебрежительно грубое отношение к женщине это самоубийство, это рубить сук, на котором ты сидишь. И это приведет нас к большой, большой трагедии. Итак, основополагающий вопрос не в том, что делает женщина, а в том, кем она является. До сих пор не стихают споры, где же ее место. Одни утверждают, место женщины это дом и очаг. Вот пусть сидит дома, воспитывает детей, убирается и так далее. А другие утверждают, да нет, что вы, ее место в бизнесе, в системе образования и в правительстве. Две точки зрения. Одни считают, что она домохозяйка, все, просто убирать, стирать, мыть посуду, все, пожизненная судьба. Другие говорят, нет, это оскорбительно, у меня есть ресурсы и у меня есть таланты, я могу стать бизнес леди, я могу стать на руководящую должность. Да нет, 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 там мужчины должны быть. Почему? Почему только мужчины? Ваше дело быть в бизнесе, в министерстве образования, в прессе, ваше дело быть в политике, это другая точка зрения. где же место женщины? Я должен сказать, что не та и не другая точка зрения в полноте не охватывает суть и полноту женского предназначения. И прежде всего мы должны утвердить, что место женщины в Боге. если женщина определила свое место в Боге, она будет успешной и в доме, она будет успешной и в бизнесе, она будет успешна везде по 31 главе притчи. Потому что сам Бог, который смоделировал, который сконструировал, как если проще сказать, извините за такое выражение, который задумал женщину, он ее задумал и как мать, и как жену, и как управителя, и как ту женщину, которая как купеческое судно может идти закупать, приобретать поля и вести большое хозяйство. Это частичная истина быть хранительницей очага. Это частичная истина занимать руководящие должности и быть активным менеджером, политиком или президентом. Полная истина заключается в том, что когда женщина нашла свое прочное место в Боге, Бог, как автор ее судьбы, Он сделает ее полноценным человеком, полноценной личностью, которая вместе с мужем наравне может владычествовать и управлять землей. военцом, истина, ассорт, Продолжение следует...